Шевуот. Это один из трех праздников, которые носят название Шалош-Рыгалим. В этот день существует обычай, необязательный, но широко распространенный. Не спать всю ночь и учить Тору. И таким образом готовиться к ее получению. Потому что в этот день, 6 числа месяца Сиван, 3331 год назад, еврейский народ получил Тору у горы Синай. Шевуот. Праздник дарования Торы. Матан Тора. В синагогах читают описание дарования Торы. В центре этого отрывка 10 заповедей, которые были начертаны на скрижалях Завета. Лухот, Хабрит. А как это выражение 10 заповедей звучит на иврите? Спросил Йоэль Триттебаум, ученик 5 класса Тульской еврейской школы Лаудер Скул. Наши школьники знают, что любой предмет нужно учить на языке оригинала. Если, конечно, хочешь его по-настоящему знать. Тем более такой важный, как Тора. Кстати, гематрия слова Тора, сумма численных значений букв, составляет 611. И указывает на то, что еврейский народ получил у горы Синай 613 заповедей. 611 через Мошарабейну, а две первые все слышали напрямую от Творца. Весь народ был свидетелем, точнее прямым участником этого события, чтобы никто и никогда не усомнился в том, что оно имело место. И что именно имело место. Да, у горы Синай было получено 613 заповедей. А на каменных скрижалях было высочено Ассерет Хадиброт. Десять сказаний, которые напрямую связаны с Ассарама Амарот. Десять речений, которыми Всевышний сотворил мир. Все сотворенное в шесть дней творение находилось в состоянии неопределенности. До того шестого дня месяца Сиван, изначально предназначенного для дарования Торы. Сказано в трактате Шаббат. То есть у горы Синай было получено 613 заповедей. А на скрижалях Совета, Лухот Абрит, было высочено десять сказаний. Ассерет Хадиброт. Получается, что выражение десять заповедей это фантазия переводчика. Делает вывод любопытный ученик. И не было никаких десяти заповедей. Действительно, десять заповедей это фантазия переводчика, выражаясь языком пятиклассника. Нет у нас даже такого понятия десять заповедей. Есть 613, которые делятся на 248 повелительных. И 365 запретительных. Есть, например, такое понятие, как шеш-митсвот-тмидьот. Шесть постоянных заповедей, которые еврей обязан исполнять ежесекундно. А вот десять заповедей нет. Какая разница, скажете вы, десять заповедей, десять сказаний, десять речений. Действительно. Для того, чтобы, как сегодня принято говорить, быть в теме, то есть проинформированном в общих чертах, разницы нет. Но те, кто на самом деле хотят разгадать тайну, которой евреи владеют 331 год, передавая ее из поколения в поколение, такой подход ничего не даст. Кстати, слово заповедь на еврейте звучит как митцва. От слова цав, приказ. Таким образом, митцва – это приказ Бога, который следует исполнять, как солдат исполняет приказ своего командира. Даже если он не понятен солдату. Даже если его мнение прямо противоположно мнению командира. И если командир отдает приказ держать оборону, солдатам понятно. Ни шагу назад. А теперь представьте ситуацию. Командир заповедует солдатам держать оборону. Согласитесь. Как-то не очень конкретно. Продолжение следует...